Привет зритель! Ставим лайк и поехали! Обручальное кольцо не просто символ брака, но и знак любви, доверия и верности. Неудивительно, что с ним связано много примет и поверий. Вот как надо обращаться с обручальными кольцами, если вы хотите, чтобы ваш брак был долгим и счастливым. Во-первых, обручальные кольца жениха и невесты не должны отличаться. Бывает, что кольцо невесты делают более толстым, чем кольцо жениха. Это может плохо сказаться на гармонии семейных отношений. Следуя приметам, нужно помнить, что ни до свадьбы, ни после нее не стоит давать кольцо кому-либо примерять. Считается, что делая это, его обладатель отдает супружеское счастье или судьбу, а взамен привносит в жизнь склоки и скандалы. Если все же отказать в примерке не удается, то передаваться оно должно не из рук в руки, а просто класться на какую-нибудь поверхность. Сегодня можно выбрать любые обручальные кольца. Простые и гладкие кольца лучше всего подойдут на роль обручальных. Считается, что у тех, кто носит такие кольца, семейная жизнь гладкая. Хотите кольца с рисунком? Тогда пусть он будет из плавных линий, и ваша совместная жизнь будет плавной. Если каждое кольцо изготовлено из двух видов золота, это плохая примета. Говорят, что супруги не будут честны друг с другом и будут жить двойной жизнью. Кольца по традиции приобретает жених. Перед тем, как кольца попадут в ваш дом, произнесите три раза. На долгую и счастливую жизнь. Аминь. Не позволяйте, чтобы ваши кольца надевал кто-то другой. Считается, что нельзя снимать обручальные кольца. Но если кольцо будет находиться на вашем пальце постоянно, это может даже негативно сказаться на состоянии здоровья. Кольцо блокирует энергетический поток, поэтому носить его следует не больше четырех часов в сутки. Если случится так, что вдруг кто-то из супругов потеряет кольцо, нужно сделать точную его копию как можно скорее, не позже недели. Если же вы сами нашли чье-то обручальное кольцо, это примета, говорящая о скорой женитьбе или замужестве, о появлении в семье кого-то нового. Но найденное кольцо хранить у себя или носить не стоит, лучше переплавить его на другое украшение. Никогда не бросайте обручальное кольцо. Во время ссоры кто-нибудь из супругов может швырнуть в лицо другому свое кольцо. Не стоит так обращаться с вещью, которая призвана стать вашим талисманом и оберегать вас. Будьте осторожны и не пренебрегайте этими советами. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в инстаграм и фейсбук, ссылки в описании.